Привет подписчики и привет всем кто смотрит мое видео. Некоторые наверное обращали внимание, что когда в морозе открываешь крышку бензобака, она покрывается инеем или там маленькие капельки воды. Как мы уже знаем из моего предыдущего видео, на крышке бензобака, почти на любом марке автомобиля есть обратный клапан для засоса атмосферного воздуха, когда в баке образуется разряжение. Если вы ее не обнаружили на крышке вашего бензобака, то будьте уверены, обратный клапан обязательно будет предусмотрен в системе вентиляции бензобака и ее присутствие обязательно для того, что в баке содержат постоянное нормальное давление. Когда в баке создается разряжение, открывается обратный клапан и бензобак попадает в воздух из атмосферы. В состав атмосферного воздуха, как мы знаем, входит много элементов и при снижении температуры из кислорода и водорода образуется влага, который конденсируется на стенках бензобака. Потом в жидком виде отпускается на дно бензобака и постепенно там скапливается вода. Вода в бак может попасть и другими путями, в котором часто виноваты некачественные сервисы собравок корючего. Никому в эту голову не пришло бы лить ее в бак, однако, поверьте, вариантов и способов попадания воды в бак более чем достаточно. Испариться вода оттуда уже не может. Бензин легче воды, укрывает ее и не дает испаряться. И если бы не это обстоятельство, бензобак керметичен и все равно капли воды не могут выйти из бензобака. Итак, капля за каплей в бензобаке начинает собираться вода. Для выхода из бензобака у него всего один путь. В месте бензина она направляется в камеры с горанием. И вот тут мы начинаем замечать подтраивание двигателя. Это проблема, от которого просто невозможно избавиться. Однако решение есть. Причем оно довольно таки простое и не требует каких-то серьезных денежных вливаний. Основные признаки проблемы. Сложности запуска двигателя. Если двигатель с утра заводится с трудом, это может быть следствием наличия воды в бензобаке. Нестабильная работа двигателя. ТВС начинает раить. Его обороты плавают. Производительность двигателя заметно падает. Иногда замечается поддергивание при заведенном двигателе. В холодное время года влага затвердевает, мерзнет, кристаллизуется в магистрали и снижается пропускная способность. В результате топливо не может циркулировать по системе и проходить по трубкам. Зимой предотвратить последствия замерзания воды в бензобаке или в трубках можно, поставив транспортное средство в гараж. Сделательно, чтобы он был отопливаемым. Если такой возможности нет, придется принадлежительно разогревать трубопровод. Но придется делать это очень осторожно, так как мы все это дело имеем с трубопроводом бензина и никому не хочется взорвать машину. Способы решения проблемы Бороться с этой проблемой можно механическим и химическим методом. Механический метод предусматривает полное снятие бака и чистку, что согласитесь не очень просто. Часто используют для решения проблемы химический метод. Один из наиболее востребованных и бюджетных вариантов для удаления воды из бензобака – это спирт. Как известно, флага не смешивается с топливом, а оседает на дне бака. Тем не менее, вода вступает в реакцию с спиртом, образуя раствор, и потом они без проблем дожигаются в месте камеры с карания. Но не каждый спирт целесообразно влить в бак. Как уверяют многие интернет-источники, метод удаления влаги при помощи спирта проверен годами и достаточно эффективен. В качестве вытеснителя влаги используется изопропиловый спирт. Такой спирт заливается из расчета около 300 миллиграмм на бак с объемом до 45 литров. Для баков с большим объемом, например 60 литров, полный достаточно пол литра спирта. Также к воде можно добавить бутиловый спирт из-за бутанола. Его можно найти в строительном магазине. Это один из самых эффективных и качественных растворителей воды, позволяющий полностью удалить остатки конденсата. Не рекомендуется, но в качестве альтернативы допускается использование солвената. Также многие используют, но не рекомендуется обычный медицинский спирт. Спирт эффектно нейтрализует влагу. Смесь воды со спиртом не вредит двигателю и системе питания, так как плотность смеси аналогична плотности бензина. Еще главный плюс заливки спирта в бензопаке то, что она не замерзает в топливной системе. Главный минус наличия спирта в бензине это изменение процесса детонации. И если на старых моделях автомобилей это никаким опасным последствиям не приводит, современные иномарки от подобного будут страдать. И с большой вероятностью на некоторое время на приборной панели вы получите значок чек. Не рекомендуется, но в безвыходных ситуациях возможно применение ацетона. Необходимо строго соблюдать пропорции, поскольку это средство характеризуется агрессивностью к резиновым и пластиковым деталям, поэтому может вывести из строя прокладки и топливопровод. На 30-40 литров бензина потребуется около 200-250 мг ацетона. Еще один способ удаления воды из бензина – использование просадок на основе спита. Это хороший и безопасный метод. В магазинах с автомобильной химией можно найти специальные добавки, позволяющие избавиться от влаги. Один из самых распространенных решений для дизельных топливных систем – использование фильтра-сепаратора, который устанавливается перед топливным фильтром и даже предусматривает подогрев, позволяющий избежать замерзания топлива и воды в данном узле. Установка сепаратора на бензиновый двигатель не целесообразна. Также для дизельных автомобилей с периодичностью в полгода используют специальные присадки, которые продаются в автомагазинах и позволяют вывести образовавшуюся воду из системы. Некоторые в дизеле добавляют мощное масло. На 50 л топлива добавляют 0,5 л масла. Смазка с водой образует эмульсию и сгорает. Ну и если, конечно, вы знаете еще методы борьбы против воды в бензобаке, пишите в комментариях и мы все вам будем благодарны. В конце видео хочу временно попрощаться и ждите новые видео на нашем канале. Если эта информация была полезной, не забудьте нажать на кнопку «Нравится» и подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok